Беззаконие. Беззаконие это то, что происходит у нас в стране всегда, друзья. Ну, всегда, насколько памяти людской хватает. И сейчас в связи с происходящими событиями, не лишним мне будет напомнить вам о витке беззакония 93-го года, дорогие друзья. Я явным свидетелем, участником событий кровавых этих я был в свои там неполные 14 лет. Вот мой дом, дорогие друзья. И в октябре 93-го года прямо здесь, где я стою, стояла БМП-2. Вечером было уже темно. И она стреляла из автоматической 20-мм пушки и крупнокалиберного пулемета по чердачному этажу, где пряталось много десятков человек. Большинство из которых, я полагаю, были безоружны. А Ельцин принял решение утопить Москву в крови и стать узурпатором. Это был акт мощнейшего беззакония. Добрый вечер, друзья. С вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и, пожалуйста, поддерживайте меня. Мне необходимо обновить компьютер и все такое, потому что я работаю на стареньком аппарате, который уже на ладан дышит. И, в общем, такие дела. Ну да ладно. Поговорить я хотел не о своем компьютере, на котором я написал три книги, а о другом барзописце. Ну да ладно. Вы знаете, они переписывают Конституцию. Они будут переписывать Конституцию, и они не решили, будут ли они проводить по этому поводу хотя бы референдум, хотя бы какие-то слушания. Вся суть переписывания Конституции сводится к появлению, к приданию Госсовету функции власти. Госсовет прописывается в Конституции, и бессрочный глава его ВВП, или, как сказал Гребенщиков ПВВ, он остается ад инфинитум до бесконечности. Путин бессмертен, как написал Вашингтон пост. Вкратце отвлечемся от этой мерзости. Девять человек уже погибло от новой пневмонии, которая идет из Китая, дорогие друзья. Штука чрезвычайно опасная, она передается воздушно-капельным путем. Честно говоря, я бы посоветовал держаться подальше от китайцев, и не только я, но и Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ сокращенно. Никакого расизма. А вы знаете, в чем дело? А дело в том, что эти ребята вполне могут замаскировать под инфекцию, как я уже говорил в прошлом ролике, бактериологическое или даже вирусное оружие. Никаких шуток, друзья. Что ж, для чего нужно переписать Конституцию? Они же уже в этом летом, там, 27 июля на митинге за любовь просто избивали людей и сажали неправосудно в тюрьмы. Зачем им это? Вот это подобие легитимизации. Для чего? Просто поиздеваться над всеми нами? Вы знаете, я вижу в этом глубокий, а инфернальный смысл. Дело в том, что я всерьез и твердо убежден, и моя аналитика, как правило, меня не подводит, что Россия, власть в РФ, над РФ находится в руках сатанистов. Это мощная секта, эшелонированная, и их кумир, их идол – деньги. И они тоже пытаются пристроиться к образу и подобию. Как вот есть прообраз идеального христианского государства, так вот они делают идеальное сатанинское государство, где в углу всего стоят деньги. Причем деньги, друзья мои, превращены в циферки, совершенно компьютерные. Это уже не физические золотые монеты или что-то в этом духе. Нет. Все построено на лжи. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Что я могу вам сказать? После событий 93-го года мы все до юра стали кожаными мешками, набитыми органами, которые нам не принадлежат. У нас де-факто нет прав человека, и они не соблюдаются. Нет уже бесплатной медицины никакой, и нет бесплатного образования. Де-факто. Вот, друзья, и что они хотят, это фактически надругательство. Вот сейчас происходит. Вы знаете, и я обладаю чувством достоинства. Каким бы я тефлоновым товарищем ни был, я могу извиниться, если я не прав и так далее, но у меня есть чувство собственного достоинства, и оно толкает меня. И 1 февраля, и 29 февраля, как бы они там не решили в мэрии согласовать это дело, я присоединюсь к людям и пойду на митинг обязательно. И чтобы вам не говорили, что власти безразличны, они ничего не боятся, они очень боятся. И для этого они проводят вот эту квази-почти легитимизацию, понимаете? Да, это полный бред, потому что Путин не бессмертен, и смертен не обманет. Это исключено, как бы они ни пытались. И это не бесконечно все, потому что наш дружелюбный сосед Китай вовсю вострит на нас зубы. И благодаря вот этому чудовищному правлению, которое мы испытываем последние десятилетия, мы, друзья, находимся на грани уничтожения. Их методы больше не работают. Вот, собственно, и все. Если вы хотите жить, если вы хотите быть человеком, и быть человеком с достоинством, присоединяйтесь, что я могу сказать. Не бороться и искать, найти и не сдаваться. Вот такие дела. А мой дом до сих пор истекает кровью. И после того, как они расстреляли мой дом одновременно с Останкино, друзья мои, они пришли, органы госбезопасности, кто же еще, залепили глазки пластилином, не было тогда скотча, и отмывали в спецодежде подъезда от крови. А крови было много. Много людей они убили тогда. И сейчас эти убийцы при власти. И еще хочу сказать, друзья, маленькую деталь. В этом госсовете будет прописано, знаете что? Там туда будут входить губернаторы, советники президента, все дела. И бывшие губернаторы тоже. То есть это будет геронтофильское, простите меня, собрание. Такое. И там, я уверен, будет Тулеев, будут все-все-все деятели. И они будут вот там так держаться, и вот такой у них будет сходничок. Вот такой. И это же им в удовольствие, в кайф, понимаете? Это просто какой-то кошмар. Нас не просто насилуют, нам, не знаю, в лицо плюют. Вот такие вот дела. Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И поддерживайте мой труд по мере возможностей и вашего желания. Данные вы найдете в описании. Вот. Доброго вечера, друзья. Не сдавайтесь.